МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадио компании Гомелев. В студии працует Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Новый дом и пожарное депо. Открытие социально-значных объектов до 7 листопада. Добрая традиция в нашей стране. Доступная сяродзе. При подрыхтовке нового музея в Жлобине улишили потребностей всех его будущих наведовольников. Злачинство и покарание. В Жлобине затриманы браты, которые кидали в автомобиле правооховника в тротуарную плитку, камень и арматуру. А сейчас об этом и иншим больше подробно. Долго-жаканная подея. Сегодня в Петрикове у Рашиста открыли пожарное депо. У будинку разместится новая сучасная техника, что позволит значительно спростить працу выротовольников. Дмитрий Котов с подробностями. Былый дом пожарного депо был известен еще в 50-х годах минулого ста годзя. Зразумило, что с тягом часа он перестал, отповидая с ужасным потребованиям. Головная проблема была в том, что за невеликих габаритов у помешканья немогчимо было заховывать техничные сродки и вонятушильные речи. Частку из них размещали в иншем будинку. Сейчас работать будет значительно легче. Начиная с 2008 года в органах и подразделениях по надзвичайных ситуациях идти активная модернизация парка техничных сродков и обсталевания. Новое депо побудовали каля администрации районного отдела по надзвичайных ситуациях. Его открытие – черговый крок на шляху развития Петрикова. За короткие термины райцентр изменился до непознавальности. Станувшие смены начались в первую чергу после заявления горно-богачального комбината. Стали заявляться новые жилые домы, развиваться инфраструктура и вот еще один знаковый объект. Данный объект позволит нашему отделу по надзвичайным ситуациям более слаженно выполнять те задачи, которые перед ним поставлены. У новом депо будут працовать 32 выратовальники. У будинку разместится самая сучасная пожарная техника. Перасоны, дизельный генератор, автолесицы, 4 автоцистерны. Включая двух из них на урочистой церемонии урушают министр по надзвичайных ситуациях. У Владимир Вашенко и наместник генерального директора предприемства «Беларусь-Калий» Александр Михневич. Еще один подарунок от губернатора. Старшиня Абовы Конкама Геннадь Соловей дарит супрационникам ключи от автомобиля «Джили». У новом депо створены усе необходные умовы, які дозволят вратовальникам максимально эффективно допомагать людям при необходности. Министр по надзвичайных ситуациях у Владимир Вашенко сподяется, что усе ж таки частей праца пожарных буденокирована на профилактику. В стране делается все, чтобы можно было помогать эффективно людям. И вот, встречая главу государства, он сказал, как бы сложно ни было экономики, но у спасателей будет и техника, и оборудование, и снаряжение, чтобы эффективно, высокопрофессионально и, самое главное, оперативно помогать людям в павшем беду. И вот яркое подтверждение это здание. Конечно, мы благодарны и органам власти Комельской области, и трудового коллектива «Беларусь-Калий», которые выделили финансирование и сделали такое прекрасное здание. Конечно, есть все условия для несения службы, для качественной подготовки наших спасателей. После знакомства с материально-технической базой гостям продемонстровали выступления воротовальника у Гомельщины и членов сборной в области по пожарно-воротовальному спорту. Завершилась урошистая частка посадкой памятной аллеи пожарное братерство. Дмитрий Котов, Сергей Камко, телерадиокомпания «Гомель» с Петрикова. И еще один подарунок региону до недоходящего свято. Сегодня у Мазары у Рашиста сдали эксплуатацию жилый дом. Ключи от квартиры отримали 176 семьев. Наши корреспонденты оценили умовы, у которых будут проживать новоселы. Першая дамы у гэтом микрорайоне з'явилися 3 годы тому. Пакулия гонават нема уласной назвы, только личбовый номер – 11-й. Мясовых же хоров гэты факт не засмучая. Головная наявность уласных кватер. У доме, які сдались сёння, их 176. Прыгэтым 41 папудаванная с державной патрымкой для шматцетных семьев и семьев, які выховывают дятей за межаванными физичными махчымастями. З уликам того, что первоважная большаясь кватер по жаданию новоселов сдаётся без отделки, заселение будет проводиться поступово. Что тычыцца далейших планов гэтага года, то празд некалькі тыдня у городе будуть сдадзены яшше два шматкватерная дамы, што дазволіць выканаць план по будавництві жилля ў полным абьёме. 65 тысяч квадратных метров мы выходім на эти показатели. Ноябрём месяцем многоквартирные дома все будут везены. Останутся индивидальные жилы дома и танхаусы до канца года. Сёня будавництва жилля у Беларусі сяродь державных праерытэтов. Урэшцца размова идзі не толькі об урашэні соціяльных пытанняў, але экономічной складаючай. Основны забудовшык ў Мазырскім районі – мясовы думабудаўнічы камбінат. Новая жилля для гэтага прадпраемства – махчымай загрузкі магутнастяў і адпаведная зарплата працуючых. Дарэчы дом, які ўрачыста адкрылі сёння, спеціалісты камбіната здалі на два мясяцы раней, чым прадуглечвалася нормативамі. Увогуля гэтагод тут лічыць паспяховым. Што тышыцца наступнага – перспіктывы пакульня-дрэннея. Нашы прадпраўція рассчитана на 70 тыс. метрів квадратных, паэтаму мы загружены на сегоняшній дзень, ну, на 100 процентов. Первый квартал на 100 процентов загружены. Ну, а дальше идут наработкі на следующі кварталы, што бы могли загрузіць своё прадпраўція. Договора заключаем. У 2019-м Мазырскі райвы канкам затвердзеў разлічаны на два гады план па будаўніцтві і добраў парадкаванні. Прычым адначасова з узвядзенем новага жыля гэты документ прадуглечжаў таксамы капітальны рамонт. Сёня ўжы можна казаць, што паставленная задача не толькі будуть выкананэ, але і зроблены задзел на наступны год. Зараз, каля новага дома па уліцы Кеніка, ведзецца будаўніцтва яшы одного 176-кватэрнага дома. Як чакаюцца, ключы ад кватэрнава сёла термаюць ў сакавяку 2021-га. Таксама на два месецца раней нарматывнага терміну. Олег Синцюроў, Микалай Скинціян, Валера Гапанько, тэлі радуе кампанія Гомель з Мазыра. Апошні падрыхтовчай работы перад долгачаканным адкрыцём. Завтра ў жлобіні гастей будуть сустракаць ў новым будынку гісторука краязнавшага музея. Яго пастараліся зробіць сучасным, просторным і зрушным для наведвальників. Наш корреспондент Ганна Каральчук разом с просторниками об'єднання інвалідів-спінальників першай оцінила створені умовы. Першамайська, 87. Жлобінський гісторка краязнавшого музея тримаў нову прописку. Раней тут размешався дитячий сад, але ў 2013 годі пачылась ёго реконструкція под установу культуры. Былі зроблены прубудовы, зміниўся фасад, проведіны внутріні рамонтні работы. Тепер на 2,5 тисячах квадратных метров размістілася божза 20 тисяч музейных експонатов. При гэтым при проектованні об'єкта улічылі створені безбар'єрных осеродзі для інвалідів-спінальнікаў. Зараз я не змогуть наведувать експозиція або культурные мероприємства як на першім, так і на другім поверсі. Для гэтага ў будинку не толькі продоглядзіли пандусы і порушні, але і обстаревали спеціальны санвузіл і закупіли гусінічний-лесвічний пад'ємнік. Разом з працтавніками об'єднання інвалідів-спінальнікаў мы протестіровалі техніку і об'єхалі ўсе лакація. Пасля такога тест-драйву яны падзілиліся сваімі ураженнямі і пажаданнямі. То, що сделано на сьогоднішній день, це тож дуже радує, тому що попытка була зделати і в тому числі і услові безбар'єрной сріды, щоб ті услуги, які оказываються в цьому учріждіні, могли пользовацься всі жителі міста. Разом з гостями мы огляделі 16 експозиційних залів. А кріме таго, ў новым музею єсть картінна галерея, лікційная зала, музычно-літературный салон і дитячий покой. Сусім хутко я не пашнуть свою роботу. Работи, які велися строителями 20-го треста города Светлогорска, завершаються. І на сьогоднішній день ідут уже подготовительні роботи к приєму гостей, к торжественному відкритію музея. Завершається оформлення експозиційних залів, в которых буде 16 в нашому музію. Готовиться выставка, интересная выставка Сергія Дроздова. Это выставка «Мужской взгляд», выставка «Кукол». Сьогодні все, що можна було выполнить силами роботників музея, сделано. Паэтамо мы ждем гостей. Хорошисте відкриття музея панової прописи заплановано на 9 годин 7 листопада. Ганна Корольчук, Марина Северянова, Євген Майкенка, телерадиокампанія «Гомель» Сожлобина. Об вийниках соціально-экономічного розвиття «Гомеля» за 9 місяців 2020 года, сьогодні шла розмова на городську економіку більше, як у два рази від запланованій. Так само означається рост зарплаты, я навыше на 16% учим за аналогичний перейд минулого року. Що тежиться адмовних тенденцій, нелега не уличвати уплыв эпидемичной ситуации. Означається зниження експорту товару і, по слуху, по ровнанні з летошніми показшиками. По експорту товаров ми к аналогичному периоду прошлого года недополучили два среднемесячних объема отгрузок на внешній ринці. Це дуже багато. Практично 85 млн долларов США. А с точки зрения експорта услуг це полтора среднемесячних объема. Тем не менше летом відновились основные гондлевые потоки. Прогнозується оживлення реалізи експорту товару і, по слух, на внешній ринці. До інших тем. Ні день не працювали, зато приймали активний удел у масових беспорадках. У жлобі незатриманні браты, які пасля выборов у компанії приятеля у нацентральной площі города кідали у автомобілі правооховника у тротуарну плітку, кам'яні і арматуру. Усі, що відбувалося, супроводжалося видосдымка на мобільні телефони і у наступному размішалося у деструктивних телеграм-каналах. На кадрах падзей у жлобі, які відбувалися 10-го і 11-го жнівня. Так виходить, що ми могли б бути не в першому ріду, але коли всі біжали, а потім оказывалися, що в першому ріду. Так, кричали, але кам'ями кідались, короче, так, бутылками кам'ями кідались. 4-го і 5-го листопада супрацівники управління по боротьбі з корупцією і організованій злочинністю при підтримці сил АМАПу затримали 2-х 22-годових порушальників, брату-близнятів. Або два ранію судімі за хулиганство ніде не працюють. С какою целью доехали? С целью? Половина, наверное, поучаствують, половину посмотреть, вообще, що це таке. Поучаствують в масовому біспорядку? Да, да, побігать, по нерву себе пущекадати. Ну і в конце кассу біразсусь у сотрудників, які шли по той стороні. Супраць хлопців розпочата кримінальна справа за порушення правилу громадського порадку, неподпорадковання, потрабування милиції, які провели до порушення роботи спецтранспорту. Санкція артикула, продуглеживая арештабу, позбавлення волі на термін до двох годів. Зараз, браты, у статусі подозронних, один з їх – удільник праворадикальной каля футбольной фанатській груповки. Студенти Гомельського медуниверситета будуть допомагать урошам справиться з другой хвалі коронавіруса. Зараз у ВНУ сформирована група волонтерів, які на наступному тыдні доброхвотно відправяться у перепрофілюванне отделення і будуть займатися реабілітацією хворих на ковід-19. За їх подрыхтокай назірала Ганна Каральчук. Ми говоримо, що условно все-таки в чистій зоні пол може казатися грязним. Паэтаму старайтесь, щоб не було вот такого, щоб пачіка не елозіла попова. Перш-наперш правил і безпеки при роботі у брудной зоні. Для гэтага під час симуляційних тренінгів студенти вучаць апаранаті, здымать спеціальні комбінезонні і бахілы, а так само правильна використовують інші сродки індивідуальній обороны. Далі їх чекають занятки по інфікційним контролю у буферной і червоній зонах, основних методах діагностіки і лічення ковід-19. А так само тим, чим яны у худкім часі будуть займатися самостойно – реабілітація хворих на коронавірус. Це буде респіраторна реабілітація, то есть, як ми говоримо, ми учим пацієнтів по-другому дышати, можливо, не заново дышати, але дышати по-другому, для того, щоб дышали ті отдели, які поражены ковід-19. І, в тому числе, в программу реабілітації будуть включені различні мышчні упражнення, тому що хорошо извесно о том, що опорно-двігательний апарат, він страдає при ковід-19, і це будуть спеціфічні мышчні гімнастики. Жідаючих трапити цієї групи було так шмат, що довелося проводити конкурсний відбір. По мере необхідності, кількость волонтерів повеличить, але пакуль перевагу отдають студентам випускних курсів, які худко стануть врачами. Скажи, пожалуй, чому ти решила пойти в волонтерську групу, все-таки работать с ковід-пациентами? Потому що работаю в Центрі революційної медіціни, і часто по скорію мені привозят ковідних больних, які положительні. І хотілося б научитися з ними роботи, і допомагати більш взрослому поколі, який працює в медіцинських учріжнях, тому що у них більше риск заразитися, ніж у нас, молодих. Звісно, страшно, але більше страшно за родних, що ти приходиш вдома, особливо після роботи, але це того стоїть, допомагати іншим. Уділо доброохотницької бригаді не визволяє молодь до основних занятків. Працювати не будуть в пазаурочний час, часто по вечорах. До речі, часка студента вже має відповідний вопіт роботи в брудній зоні. Шість часів в грізній зоні, шість часів в чистій зоні. Естественно, перед тим, як ти йдеш в грізній зоні, все свої нужди ти повинен зробити, покушати, по естественним нуждам, конечно же. Ну і там ти вже терпиш. В будь-якому випадку. Очень жарко. Очень жарко, тому що багато роботи, багато роботи. І стараєшся вже не думати, що ти повністю мокрий, ти стараєшся зробити, зробити, а потім вже ти уходиш і відпочиваєш. Тому емоції, конечно, такі. Протягується заняток моделіванням ситуации і знаємства з пацієнтом. Студентам вучить правильно вести диалог, абсупокоїть чоловіка і відказати на питання. Ім'я отчество – субординатор. І давайте ви все-таки не будете їм предлагати, а скажуть, я здесь для того, щоб сформувати для каждого індивідуальну програму реабілитации. Тобто не там, ну а може быть, а давайте, а це такий експеримент. Готи хлопці і дівчата почнуть роботу з 4-й городської больниці. Потім волонтерів відправять і в інші медустанови. Ганна Корольчук, Ігор Маришченко, телерадио «Компанія Гомель». Запасы на зиму. Стабілізаційні фонды Гомельщіна, а маль заповнені, засталося убрать палетку крыху бураку і капусты. Більшість віда угородні не повинна хапіць до нового ураджаю. А вось айчыных яблок у нас тільки третя частка від потребності у насельництва. Устав фонды заклали на 4,6% сільгаспродукцій меншим літось. Але гэта більшим треба насельництво. У сховіших регіонах каля 8 тисяч тонн бульбы, 4 тисячі капусты, 3,5 тисячі цибули, 2 тисячі моркви і амаль 1,5 тисячі тонн бураку. Яблок нарахтовали каля 1750 тонн. У полному об'ємі запас плодогородненій продукції буде сформировано до сяріді на листопаду. Для кучий однос на теплому надворю набыть продукцію можна і на кермашах. С учетом погодних условій в ноябре месяце принято решення і по території області пройдуть ярмарчі мероприятия. В городе Гомель – це традиційна площадь восстання. І в цілому це 10 площадок, це крупні торгові об'єкті, вголо яких, я думаю, що кожен бачив, з машин, з ладків торгують продукцію. Тому ярмарчі мероприятия будуть продовжуватися в соответстві з погодними условіями. І я надіюся, ми зможемо активно провести наші, вже ставши привичними, і єлочні базарі, і підновогодні ярмарки. Обласний субботник – в п'ятницю. Таке рішення прайняло керівництво Гомельського гарві Конкама. Каля у сходніх обходів влади города, центрального району, так само представники предприємства займалися посадкой древ. Капрі святіць надходящий свят Кострышнінській революції від підшинку, роботи життєвили напередодні. Побач з місцем планується усталювати пляцовку для екстремальних видів спорту. В разнікальки годів высаджені древи пригоржить територію каля нового об'єкта. Все літо за осенній перейд городські улади організовали масштабну роботу по озеленню Гомеля. Только за осенній перейд мы силами предприємства організації города, в тому числі і молодежь приймали участь депутати, высадили більше 15 тисяч древів. Це, звісно, дуже багато для нашого міста. Якщо вспомнить, що весною стільки ж було высаджено, і в прошлом году 30 тисяч було высаджено, то, в общем-то, це доволі серйозні усилия. Гэта інші новини, інформацію про проєктах Толя Раду компанії Гомель ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті по адресі www.tvrgomel.by На гэтым випуск завершений. Усяго доброго і до зустрічі у ефіре. Де-факто на телеканале Белару-4 в студії Руслан Габрилєв. Здравствуйте. В Гомеле автобус 18 маршрута сбил осветительную опору на остановки. Дорожний інцидент произошел сегодня утром примерно в 9.20 около пересечения улиц Мазурова і Головацкого. Сам факт наезда попал в объектив авторегистратора очевидця. После ДТП бетонний столб рухнул на пешеходную зону остановочного пункта, потянув за собой линии электропередачи. В результате на несколько часов было парализовано движение троллейбусов. К счастью, при падении опора никого не зацепило. Среди пассажиров автобуса пострадавших нет. Водитель сообщил сотрудникам ГАИ, что при подъезде к остановке отвлёкся от управления машиной, смотрел в зеркало вида салона автобуса. Два пешехода за прошедшие сутки попали в больницу из-за нарушений правил дорожного движения со стороны автомобилистов. Накануне утром была госпитализирована 57-летняя женщина, которую автомобиль сбил прямо на пешеходном переходе. 20-летний водитель Тойоты не уступил пешеходу дорогу на улице братьев Лизюковых. А в 16.30 поступило сообщение, что в оказании медицинской помощи нуждается 15-летняя девушка. Водитель автомобиля БМВ сбил её на зебре, поехав на красный сигнал светофора. ДТП произошло на Реческом проспекте. Пострадавшая доставлена в реанимационное отделение больницы. ГАИ напоминает водителям о том, что на пешеходных переходах они обязаны уступать дорогу людям. Учитывая анализ аварийности, с 6 по 15 ноября ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий, контроль будет усилен во всех районах Гомельской области. Экипажи отработают дороги по фактам нарушения скорости, будут следить за соблюдением правил проезда перекрёстков и предоставлением права на преимущественное движение пешеходам. Также по 9 ноября внимание сотрудников будет приковано к нетрезвым водителям. Угрожал взорвать и требовал деньги. В Гомеле по подозрению в вымогательстве задержан иностранец. Оперативники взяли его благодаря заявлению 43-летнего жителя Закавказья. Со слов мужчины, вечером 31 октября к нему в машину сел земляк и потребовал 4000 долларов. Грозился взорвать, если тот не выдаст требуемую сумму. Для устрашения показал гранату. Мужчина попросил несколько дней на сбор денег. В итоге вечером 4 ноября вымогатель пришёл к дому потерпевшего, где его уже ждали оперативники и ОМОН. Во время задержания мужчине удалось выбросить гранату. Ещё две лимонки и охотничий нож изъяли милиционеры. Взрывоопасные предметы обезвредили сапёры. А с какой целью вы взяли гранаты с собой? Просто так. Один раз судили? Два. Два раза за что? Один раз убили, а второй раз не могла. Второй раз зяду хотели убить. Не могла. А, не получилось убить? Далось, но не получилось? Следователи дали правовую оценку действиям иностранца и возбудили уголовное дело за вымогательство, совершённое под угрозой убийства. Фигурант помещён в изолятор, его проверяют на причастность к другим преступлениям. В Гомеле таксист оказывал услуги по поиску клиентов для жриц любви. 38-летний гомельчанин работал по принципу all-inclusive. Подыскил для состоятельных клиентов проституток, оказывал услуги по доставке жриц любви. Мог отвезти парочку по адресу, занимался для них арендой квартир и даже ходил за продуктами. Все деньги отсидали в карманах организатора. Девушкам он платил по остаточному принципу. На сегодняшний день в отношении гомельчанина возбуждено пять уголовных дел. И такая новость. В Гомеле годовалый ребенок получил ожоги от новогодней хлопушки. Несмотря на то, что до зимних праздников еще около двух месяцев, первые травмы от использования пиротехники начали регистрироваться. Со слов родителей, ребенок играл с игрушками и нашел запал от старой хлопушки. Ожоги тела составили менее 1%. Мальчик в госпитализации не нуждается. Но родителям любопытных малышей стоит быть внимательнее. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Беларусь. На телеканале Беларусь-4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. В Минске завершился Кубок Беларуси по вольной борьбе. Спортсмены из Гомельской области завоевали 16 наград. В состязаниях мужчин одно золото, а у Дмитрия Шамела Евгений Ребиков завоевал серебро. Тройку сильнейших замкнули сразу шесть борцов. Данил Широков, Дмитрий Навныко, Артем Рудзенок, Владислав Щуко, Павел Дятлов и Никита Демченко. У женщин также один чемпион. Это Мария Мамашук. Лишь в финале потерпели поражение Наталья Ланько, Виктория Олеся Дегтяренко, Валентина Филипченко и Елена Матьевская. Бронзовые награды завоевали Евгения Халецкая, Наталья Бельская и Вероника Чеботарева. В командном зачете девушки заняли второе место, а мужчины – третье. В воскресенье 8 ноября ВРЗ и УВД «Динамо» сыграют перенесенный матч восьмого тура чемпионата Беларуси по мини-футболу. Поединок пройдет в Гомеле в спорткомплексе «Локомотив. Начало» в 13.45. Отмечу, что вагоностроители будут не в оптимальном составе. Сразу четверо игроков отправились в стан сборной Беларуси. Это Евгений Чернейко, Дмитрий Рябцев, Антон Матвиенко и Владислав Селюк. В ближайший уикенд нацкоманда проведет два товарищеских спарринга со сборной Молдовы. Все ближе развязка чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге. Предпоследний – 25-й. Тур состоится в ближайшие выходные. Гомель 7 ноября отправится в гости к Микошевичскому «Граниту». Зелено-белые в случае победы ниже третьего места уже не опустятся. Лидер чемпионата «Спутник» также играет на выезде соперник Лида. Локомотиву, идущему пятым, предстоит гостевой матч со шмянами. Химик играет дома. В воскресенье Светлогорская команда встретится с Новополоцким Нафтаном. Начало поединка в 14.30. Гомельская энергия пропускает предстоящий игровой уикенд в элите волейбольного чемпионата страны. Соперник – столичный строитель отправился на карантин. В первой лиге у гомельских команд все по плану. Завтра «Газовик» принимает у себя Могилевский цор-коммунальник. Начало в 16.30. На трибуны спорткомплекса «Локомотив» будут пускать только в защитных масках. На вод-дерби «Сдюшор энергия Бумпром» пройдет в закрытом формате. В спорткомплекс «Гомельводоканал» а болельщиков допускать не будут. Игра стартует в 16.00. «Сдюшор» первичной организации «Гомсельмаша» отметила 60-летие. Коллектив и учащихся поздравили во время торжественного вечера. Участники Олимпийских игр, призеры и победители первенства чемпионатов Европы и мира, воспитанники «Сдюшор» «Гомсельмаш» писали и продолжают писать историю белорусского спорта. Прославляя не только страну, но и свою спортшколу. Елена Попченко, Анжела Потапова, Рашат Мамедов, Любовь Белова. Это далеко не все громкие имена. Из тех, кто сегодня в топе в своих видах спорта, рекордсмен и чемпион мира по тяжелой атлетике Евгений Тиханцов, дзюдоисты Виктория Новикова и Егор Трухан. Тренерский коллектив, в котором есть и собственные воспитанники руководства «Сдюшор» считают главным залогом успеха. Сами же наставники говорят о талантливой и трудолюбивой молодежи. «У нас вообще очень сильное отделение дзюдо, именно в спортивной школе. Одно из лучших. У нас детки на сегодняшней момент на Кубках Европы чемпионами становятся, призерами. То есть у нас очень хорошая, сильная база». «Это большой труд наших тренеров, профессионалов. А сами тренеры это тоже непростые люди. Это те люди, для которых работа, это не просто место работы. Это люди, которые очень преданы своему делу, целеустремленные, трудолюбивые. Они сами, многие из них и чемпионы мира, и призеры олимпийских игр». Сегодня в «Сдюшор» «Гомсельмаш» работают 7 отделений. Это легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание, футбол, джидо, самбо и теннис настольный. Занимаются 700 детей. С ними работает 21 тренер. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова